Как в кино, под Могилёвым нашёлся пропавший 25 лет назад мужчина. Кинетические характеристики согласуются с генотипом уже умершего человека. Кто помог разыскать? Летняя занятость, городские студотряды продолжают свою работу. Это отличный способ, конечно, как взрослая жизнь. Сколько ребят трудоустроено сегодня? А также приёмная компания, масштабные инвестпроекты и плюс в цене. Билстати подсчитали, какие товары и сервисы подорожали за месяц, стоимость чего выросла больше всего. Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко поздравил выпускников высших военных учебных заведений. Глава государства назвал этот день особенным и торжественным в жизни страны. Ведь всем тем, кто только начинает свой путь, выпала честь достичь высот в профессии и карьере в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Глава государства подчеркнул, в глазах миллионов соотечественников, именно люди в погонах – основной гарант суверенитета и территориальной целостности. Также Александр Лукашенко поздравил офицеров, которым присвоены генеральские звания, и выразил уверенность – для каждого из присутствующих на церемонии долг, честь и Родина – не просто слова, а смысл жизни. Мы за Родину, конечно же. Но прежде всего должны понимать, что за нами стоят наши семьи, наши дети, старики и женщины, наш народ. Они верят в нас. Их вера – наша сила. И они очень болезненно и остро реагируют на разного рода напряженности, особенно на нашей границе. Совсем недавний пример, когда, ну я бы не сказал, что обострилась ситуация на белорусско-украинской границе, но она вышла за рамки той, которая была, ну, две недели тому назад. Мы заметили, что украинцы начали концентрировать определенные войска, в том числе, снимая с фронта. Самые подготовленные боевые войска на приграничье. Мы не скрывали от людей, мы подавали в спокойном ритме и русле эту информацию, но людей это насторожило. Запомните, люди всегда более чувствительны, и они видят чуть больше, чем мы. Нам пришлось обещать людям и реагировать. Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Я вам за это очень благодарен, но опыт в том, что стрелять – это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. Не обошлось и без рабочих моментов. После глава государства провел встречу с губернатором Приморского края России. Александр Лукашенко отметил, несмотря на то, что Владивосток географически далекий, он не чужой. Об этом свидетельствуют встречи и достигнутые договоренности. В свою очередь Олег Кожемяка подчеркнул, что Приморский край придает очень большое значение партнерству с Белоруссией. Благодаря тесному сотрудничеству жители дружественной страны с удовольствием потребляют отечественную продукцию. С каждым годом растет оборот в сферах сельского хозяйства, машиностроения. И если начинали с полутора миллиардов российских рублей, то сейчас показатель 22,5. Нарочно не придумаешь. Спустя четверть века семья отыскала пропавшего без вести родственника. Более 20 лет назад в психиатрическую клинику поступил мужчина. Паспорта при себе у незнакомца не оказалось. Он представился, сказал дату рождения. Однако, как позже выяснилось, информация была недостоверна. Иные сведения в силу состояния здоровья молодой человек дать не смог. Предпринятые попытки розыска родственников успехом не увенчались. В этом году у пациента взяли образец букального эпителия. Результаты исследования поразили всех. При проверке по учету данных ДНК выяснилось, что его генетические характеристики согласуются с генотипом уже умершего человека, проживавшего в Витебской области, один из сыновей которого пропал без вести в 1998 году. Далее исследованы образцы второго сына покойного и установлено его ростов с пациентом в больнице. Таким образом, результаты экспертиз помогли установить личность неизвестного пациента. Им оказался уроженец Витебской области, считавшийся пропавшим без вести. Эксперты помогли не только опознать пропавшего, но и сыграли очень важную роль в дальнейшей жизни мужчины. Спустя 25 лет человек снова обрел любящую семью, родственники забрали его домой. Водный подъем, увековеченный подвиг и будущие студенты. Вузы Беларуси продолжают принимать документы у абитуриентов. До какого числа продлится приемная кампания? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусская пищевая промышленность занимается реализацией нескольких масштабных инновационных проектов, которые поспособствуют созданию новых рабочих мест и наращиванию объемов производственных мощностей. В планах производства мягкой карамели и кормовых добавок, а также наладка полного цикла переработки какао-бобов. Нововведения позволят обеспечивать не только внутренний рынок, но и экспортировать продукцию. Вузы Беларуси продолжают принимать документы у абитуриентов. На многих факультетах по ряду направлений на 50% закрыты некоторые специальности. На бюджет можно подать до 17 июля. С 18 по 25 внутренне вступительные испытания 27 зачисления. На платную форму до 1 августа. За конкурсной ситуацией будущие студенты могут следить на сайтах университетов. В Белстате подсчитали, какие товары и сервисы подорожали за месяц. Больше всего в цене выросли услуги детских садов и путевки в санатории на 9,7% соответственно. Гостиницы и помощь ветеринаров подросли на 2,5%. Также выросла стоимость ювелирных украшений, овощей и кофе. Резко поднялся прайс картофеля, плюс почти 110%. В ближайшие пять дней на реках будут наблюдаться колебания уровней воды. Суточная интенсивность от 1 до 19 сантиметров. Температура повысилась от 19 до 27 градусов, в водоемах от 23 до 26. К слову, в Беларуси за последние три дня утонули 20 человек. Спасатели напоминают, купаться можно только в разрешенных местах. Особый акцент на безопасности несовершеннолетних. В Беларуси проходят съемки военной драмы. К производству приступили в середине июня. Фильм расскажет о собаке, спасавшей людей в блокадном Ленинграде. Картина основана на реальных событиях и приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В широкий кинопрокат лента выйдет 9 мая 2025 в странах СНГ. Герой нашего времени, ветеран Великой Отечественной войны, отметил 98-летие. Вместе с гостями именинника поздравляла наши съемочные. В свой день полковник в отставке немного нервничает. В его доме сегодня многолюдно. Поздравить ветерана приходит руководство города, депутатский корпус, организации. С днем рождения вас. Всех благ. Ну, как говорят, здоровья самое главное, товарищу полковнику. 17-летним попал в армию в ноябре 43-го. Через год на фронт. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Польши, Восточной Пруссии и Кёнигсберга. В мирное время продолжил службу. Очень приятно, потому что нас осталось совсем мало. И вот посещение это вдохновляет на то, чтобы еще пару лет не меньше прожить до 100 лет. За возможность жить, за мирное небо, за подвиг. Общаться со свидетелями войны – вот что сейчас действительно важно. В Абруйске осталось всего 24 ветерана. Чествуют героев с особой теплотой и любовью. Неустанно звучат слова благодарности, искреннее поздравление и пожелания крепкого здоровья. Мы знаем его весь путь, который он прошел. Военный путь. Ветеран действительно настоящий полковник. И сегодня отрадно было то, что мы смогли с ними пообщаться. Мы как то поколение, которое не видело этой войны. И дай Бог им здоровья, дай Бог, чтобы они еще жили. Дай Бог, чтобы мы 100-летие отметили Бориса Николаевича. Белорусы помнят своих героев. На 1 мая в республике проживало 1100 ветеранов Великой Отечественной. В том числе более 500 инвалидов и участников войны. 24-25 годы особенные, юбилейные. 80-летие освобождения нашей республики от немецко-фашистских захватчиков и 80-летие победы советского народа. Война унесла каждого третьего Белоруса. 3 миллиона загубленных жизней и разрушенных судеб. Вот такая она – цена победы. Но Беларусь помнит. Мы последнее поколение, которое может увидеть, услышать ветеранов. Пожать им руку и сказать спасибо. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Дорогу молодым. В Бобруйске продолжают работу стут отряды разной специализации. Одним из таких стала сервисная бригада энергии имени героя Советского Союза Горелика, которая действует на базе Торгово-экономического колледжа. В составе шесть человек – повара, кондитеры, продавцы. Все они занимаются производством и продажей пищевых и кондитерских изделий. Рабочий день здесь начинается рано. Первостепенная задача – накормить всех желающих. Повара делают там всякие растягайки, пиццы. Кондитеры делают блочки с маком, с повидлом, пирожки всякие. После этого все отправляется на продажу. И те два человека, которые продавцы, это продают. Это отличный способ, понимаешь, что такое взрослая жизнь, войти в нее, понимаете, как нужно зарабатывать правильно, и то, что деньги просто так-то никто не получишь, нужно стараться что-то делать, чтобы получить их. В этом году у нас работает 19 отрядов, 211 человек на данный момент. Также в будущем еще планируется организовать работу студенческих отрядов на АОТАИМ «Красный пищевик», «Бавруйский мясокомбинат», «Жо-Первомайская» и «Уленинского района». На сегодня работу завершили 19 отрядов в количестве 216 человек. География трудовой деятельности самая разнообразная. От предприятий и организаций города до российского Краснодарского края. Ветер в волосах. В «Бавруйске» зеленые тренды набирают обороты. Все больше горожан меняют четыре колеса на два. Который год подряд в топе велосипед. Для любителей погонять разработано 10 маршрутов общей протяженностью 140 километров. Самый длинный и самый необычный – 23. Старт от Ледового дворца по улицам Карбышева, Минской, Крылова, Бахарова, Урицкого. Если своего байка нет, «Бавруйск-Арена» предлагает услуги аренды. По стоимости один час обычного велосипеда стоит 2 рубля 65 копеек. На 4 часа 5 рублей 30 копеек. Фэтбайк один час 3 рубля 15 копеек. На 4 часа 6 рублей 35 копеек. Все велосипеды у нас в отличном состоянии, так что приглашаем всех на велопрогулки. Также последние несколько лет в тренде стрит-развлечений у молодежи и не только электросамокат. Купить дорогой гаджет не каждому посильно. Для разовой поездки нет ничего лучше шеринга. Удобная система проката давно популярна во всем мире. Все, что нужно – скачать приложение, зарегистрироваться, привязать карту и можно ехать. Стоимость старта 90 копеек. Минута прогулки выйдет в 20. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok